Дуайт Мохаммед Кави родился 5 января 1953 года. В городе Балтимор, Мэриланд, США, но вырос в Камдене, штат Нью-Джерси, где он в молодом возрасте стал заниматься преступностью. В конце концов он был осужден за вооруженное ограбление и провел около пяти лет в тюрьме. Именно в государственной тюрьме Рэуэй Брэкстон нашел свое место в жизни. В тюрьме была обширная программа бокса, и один из ее обитателей, Джеймс Скотт, был претендентом на титул в полутяжелом весе, который несколько раз дрался внутри самой тюрьмы. Брэкстон занялся спортом, и когда он вышел из тюрьмы в 1978 году, сразу стал профессиональным боксером. Стиль Кави чаще всего сравнивали с Джо Фрейзером, и не без оснований, поскольку он тренировался в спортзале Фрейзера в Филадельфии как профессионал. Он обратился в ислам в начале 80-х, и его имя было изменено с Дуайт Брэкстон на Дуайт Мухаммад Кави. Он провел 1-1-1 в своих первых трех профессиональных боях, но затем одержал 14 побед подряд и поднялся в мировые рейтинги в полутяжелом весе. Последняя из этих побед была одержана 5 сентября 1981 года, когда Брэкстон вернулся в Реуэй, чтобы сразиться со Скоттом, победителю пообещали выстрелить в чемпионский пояс WBC Мэтью Саада Мухаммада. Брэкстон победил единогласным решением судей в 10 раундах. 19 декабря того же года Брэкстон столкнулся с Саадом Мухаммадом в Атлантик-Сити. Бывший осужденный был проигравшим против Саада, одного из самых популярных бойцов своего поколения и товарища по залу славы, но Брэкстон победил его техническим нокаутом в 10 раунде и стал чемпионом мира в первый раз. Вскоре после этого он объявил о своем обращении в ислам и изменил свое имя. Он трижды защищал титул в течение следующих 15 месяцев, нокаутировав Джерри Мартина, Саада Мухаммада во второй раз и Эдди Дэвиса. 18 марта 1983 года проиграл единогласным решением судей чемпионов Бо Майклу Спинксу в объединительном поединке. Кави почувствовал, что ограничение веса дивизионов 175 фунтов истощило его физически и решил побороться за новый титул чемпиона мира во вновь созданном тяжелом дивизионе. Освободившись от необходимости бороться за свой вес, Кави одержал еще одну серию побед и 7 июля 1985 года завоевал титул в БА в тяжелом весе, нокаутировав Пита Круса в уроженца Круса в Южной Африке. Он выиграл еще два боя, в том числе победу над бывшим чемпионом мира в супертяжелом Леоном Спинксом, прежде чем принять вызов от Олимпийца Эвандера Холифилда 12 июля 1986 года. Атланта, родной город Холифилда, прошел полные 15 раундов, и Холифилд выиграл раздельным решением судей. После поражения от Холифилда Кави продолжал бороться в течение следующих 12 лет, но так и не вернул себе титул чемпиона мира. В 1987 году он провел реванш с Холифилдом за титулы в БА и IBF в тяжелом весе, но был остановлен в четвертом раунде. После недолгого пребывания в супертяжелом весе, где в 1988 году он проиграл Джорджу Форману нокаутом в семи раундах, будучи вынужденным уйти из-за истощения, он попытался вернуть себе титул чемпиона в тяжелом весе. 27 ноября 1989 года он раздельным решением судей проиграл Роберту Дэниелсу за освобожденный титул Холифилда по версии в БА. Кави ушел в отставку в 1999 году в возрасте 46 лет, с его рекордом в карьере 41 победа, 11 поражений и 1 ничья, при этом 25 побед нокаутом. В настоящее время он работает тренером по боксу в Нью-Джерси. В 1998 году Дуайт начал работать в Лайтхаус, центре реабилитации от наркозависимости и алкоголизма в Мюйслендинге, штат Нью-Джерси. Он работает как со взрослыми, так и с подростками и является терпеливым защитником.